Друзья, всем привет! Вы на канале компании Aright. Нам часто поступают вопросы, комментарии по поводу системы управления для пневматических подушек. В наших роликах мы подробно рассказываем о комплектах вспомогательной пневмоподвески, а вот систему управления мы затрагивали только косвенно, и пора это исправить. Общий смысл этого видео и дальнейших видеороликов, которые будут выходить на нашем канале по поводу системы управления, это показать, какие вообще существуют системы управления, в чем их отличия и какую рациональнее выбрать. Системы управления бывают с компрессором или без него, с ресивером или же без него на пневматических или на электрических клавишах. Но главным отличием всех систем управления это является количество контуров 1, 2, 3 или 4. Это означает, каким количеством пневматических подушек вы можете управлять отдельно. К примеру, можно поставить комплект вспомогательной пневмоподвески, состоящий из двух пневмоэлементов и выбрать для данного комплекта одноконтурную систему управления. Это означает, что одной клавишей вы будете регулировать давление сразу в двух подушках. Если в одном пневмоэлементе будет 3 атмосферы, то и в другом пневмоэлементе всегда будет 3 атмосферы. Главным минусом такой системы является то, что у вас не получится отдельно отрегулировать давление в каждом пневмоэлементе и выровнять автомобиль при неравномерной загрузке. Именно поэтому мы рекомендуем использовать системы управления, в которых количество контуров совпадает с количеством установленных пневмоэлементов. Давайте сегодня поговорим о двухконтурных системах управления. В данной системе управления вы уже имеете два органа для управления давления отдельно в каждом пневмоэлементе. А также такие системы оснащаются либо двумя манометрами, либо одним двухстрелочным манометром и с подсветкой. Сегодня мы не будем углубляться во все двухконтурные системы управления, а рассмотрим, наверное, одну из наиболее популярных систем, которая состоит из компрессора, двух пневматических клавиш и двух манометров. Вот, собственно, и она, система 2эконом. И, кстати, она у нас будет на 24 вольта. Давайте откроем коробку, все достанем и покажем, из чего она состоит. Кстати, частый вопрос по поводу инструкций. Найти ее вы сможете, отсканировав QR-код на внутренней части коробки. Ну что, мы все разложили и давайте коротко расскажем. В комплекте у нас идет 7 метров трубки-шестерки, защитная гофра, а также стяжки. Ключевой особенностью данной системы управления является использование двух однострелочных манометров номиналом до 11 бар, а также двух пневматических клавиш. Все это устанавливается в данной панели. Далее идут фитинги для манометров и тройники для подключения манометров к пневмоклавишам. Ну а главным преимуществом данной системы управления является компрессор Aright 100 с производительностью до 36 литров в минуту и максимальным давлением до 9 бар. Теперь перейдем к электрике. В комплекте у нас идет 7 метров силового кабеля для подключения питания компрессора, 7 метров кабеля сечением 0,75 квадратов для подключения зажигания. Далее идет кабель для подключения минуса к реле. В комплекте у нас используется предохранитель, который устанавливается рядом с аккумулятором. Так как система на 24 вольта, предохранитель будет использован на 15 ампер. Само реле на 24 вольта, гильзы, наконечники для соединения проводов с реле, самим компрессором и с реле давлений. Кстати, в комплекте у нас идет реле давление номиналом от 6 до 8 атмосфер, а также предохранительный клапан. Компрессор, реле давление и предохранительный клапан вкручиваются вот в такой вот распределитель. При установке системы управления стоит не забывать устанавливать выключатель, который размыкает у нас приходящий плюс от зажигания. Кстати, предохранительный клапан будет срабатывать при превышении давления выше 10 атмосфер. А также не забывайте использовать резьбовой герметик при закручивании всех резьбовых соединений ну а теперь когда мы все разложили и показали давайте установим данную систему на автомобиль ставить мы будем на hyundai hd78 и служить она будет для управления давлением в двух пневматических подушках установленных на задней оси ну что вот мы и у автомобиля и сейчас я покажу куда мы будем устанавливать данную систему управления в данном случае компрессор мы расположим за водительским сидением на полочке а наш блок состоящий из двух манометров и двух клавиш мы установим на стойке слева от водительского сидения рядом с ремнем безопасности наверное это самое оптимальное что же давайте приступать сейчас будет андрей собирать мы кратенько покажем прокомментируем и посмотрим что у нас получится а а а Субтитры сделал DimaTorzok В общем, установка системы управления и комплекта пневмоподвески на заднюю ось подошла к концу. На все про все было потрачено порядка 4 часов. Блок управления поставили слева от водительского сидения на стойке, а компрессор расположился сзади за водительским сидением. На этом наше видео подошло к концу. Надеюсь, постарались максимально подробно рассказать по поводу данной системы и в дальнейшем постараемся подробнее рассказывать про другие системы. Всем спасибо за просмотр. Пока!